Нужно говорить всё, что думаешь. Болит и тошнит меня и рвёт желчь. Препараты пила, урсосан пила, адистон пила, но ничего не помогает. У нас во рту высохнет, да? Это очень интересно, почему так происходит. Давай расскажем о нашем слушателе, что такое рефлюкс. Это когда желчь... В таком максимально бытовом, простом уровне. Если ты сам не хочешь выражать эту эмоцию, уже котель твой будет выражать эту эмоцию. У тебя ещё какие-то вопросы есть? Хочу начать уже. Давай начнём с тобой. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на своём канале «Твоё здоровье» и бессменный автор этого канала – Козлов Евгений. Мы продолжаем серию очень интересных интервью. И сегодня у меня в студии очень интересный и дорогой гость – Карина Блинова. Это телесно-ориентированный психолог. Мы сегодня с вами будем говорить на очень интересную тему, которая называется «Психосоматика». Я работаю с пациентами, давно уже заметил, ещё с начала своей практики, то, что корень многих заболеваний находится не в теле, а больше в психике. Это сейчас мода называть словом и принято «психосоматика». Многие люди в психосоматику почему-то не верят, хотя на моей практике я с этим постоянно сталкиваюсь. Предлагаю начать наш разговор. Вообще, что же такое психосоматика? Расскажи, как ты с этим работаешь, как ты видишь, как это работает и взаимодействует всё в нашем теле. И я потом тоже обязательно поделюсь своим опытом. Да, спасибо большое, Жень. Я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо за то, что мы с тобой здесь сейчас обсуждаем эту тему. Ты знаешь, я с глубоким уважением отношусь к людям, которые рассматривают. Ты человек, который работает в сфере медицины. У тебя высшее медицинское образование. Это особенно ценно, потому что, к сожалению, большая проблема у нас в стране состоит в том, что люди, которые работают врачами в поликлиниках, больницах и так далее, очень часто смотрят на человека как на набор симптомов и диагноз, совершенно не видя за этим диагнозом и симптомом личность человека. То есть что с человеком происходит вообще, что происходит в его жизни. Обычно же не спрашивают врачи в поликлиниках, как вы себя чувствуете, а что с вами происходило в последнюю неделю в вашей жизни, какие у вас отношения с мужем. То есть это как будто бы такие странные вопросы, казалось бы. Но на самом деле эти вопросы имеют непосредственное отношение к тому, что человек проживает в своём теле. И возвращаясь к термину психосоматика, ты знаешь, так интересно, многие люди до сих пор относятся к психосоматике как к чему-то такому, к таким знаниям, которые в каких-то эзотерических историях, магия, ещё что-то. А на самом деле психосоматика — это мы с тобой, мы с тобой есть психосоматика. Психа — это душа, сома, тело. И это абсолютно неделимые две конструкции, которые сосуществуют в нас. Поэтому, возвращаясь к термину, это то, что мы проживаем в нашем теле, и как мы относимся к тому, что мы видим и с чем мы сталкиваемся в окружающей среде. А окружающая среда — это тоже очень широкое понятие. Это социум, это люди близкие, с которыми мы общаемся каждый день. Это ситуации, которые мы проживаем. И вот всё это и есть психосоматика, как наше тело реагирует на то, что мы проживаем в нашей жизни, по сути. И я бы хотела, знаешь, с чего начать? Я бы хотела, знаешь, на таком максимально бытовом, простом уровне, без каких-то, ну, может быть, парочку терминов я там скажу буквально, чтобы было понятно, как вообще устроен этот механизм. Ведь многие люди говорят фразу «я не верю в психосоматику», например, сталкивался? Мне пациенты постоянно про это говорят, потому что я тоже привожу очень простые примеры и связываю работу внутренних органов напрямую, как ты говоришь, с темой восприятия мира. Поэтому пациенты тоже мне периодически такое говорят, но как только я начинаю объяснять, я думаю, ты сейчас объяснишь ещё лучше даже, чем я, нашим слушателям станет всё понятно. Да-да, потому что для меня, вы знаете, фраза «я не верю в психосоматику» звучит примерно так же, как там, например, «я не верю в закон земного притяжения», или «я не верю в то, что у меня есть эмоции». Ну вот как-то так примерно. Поэтому хотелось бы начать с того, как вообще мы устроены внутри. Это, ты знаешь, очень сильно снижает уровень тревоги у людей, которые вообще болеют чем угодно. Психосоматика — это не только, конечно, про заболевания и симптомы, но тем не менее. Принято как-то вот психосоматику только через призму. Вот что-то плохое с человеком случается, да, и вот это психосоматика. На самом деле это немножко глубже. Начнём мы с того, как мы устроены вообще. Я бы хотела, чтобы каждый человек, который нас сейчас смотрит, знал немножко лучше, как он устроен внутри. У нас есть нервная система, да, это известно всем. У нас есть центральная нервная система, я бы назвала это таким, знаете, генштабом. Генштабом, где принимаются основные решения по поводу того, что вообще в вашем теле будет происходить, куда мозг будет запускать сигналы. Мозг ведь это удивительный орган, совершенно гениальный, который слишком гениален и ленив для того, чтобы просто так ни с того ни с сего посылать какие-то сигналы в тело, да, потому что вот взять там, например, даже, да, онкологию ту же самую. С точки зрения классической медицины — это дисфункция, да, нарушение. А в психосоматике нет такого понятия, как дисфункция, есть понятие адаптации, да. То есть не просто так мозг какого-нибудь человека решил, а отправлю-ка я ему там полип в желудке, давай отрастим. То есть просто так не будет происходить этого процесса никогда. Так вот, в этом генштабе происходят основные принятия решений, да, что будет происходить в нашем теле. А ещё есть очень важный отдел нервной системы — это вегетативная нервная система. Это такой, я в одной статье, знаешь, видела очень классное сравнение, такой завхоз. Завхоз, хозяйство — это наши внутренности, да, это наши органы, ткани, всё, что вот за вот этой прекрасной нашей кожной оболочкой внутри находится. И вот этот завхоз, он чего делает? Он перераспределяет ресурсы, если это нужно, да. Он обеспечивает починку каких-то поломок, да, если что-то в этом хозяйстве не совсем гладко идёт, да. И, соответственно, у этого механизма есть такие, я бы сказала, две кнопки. Вот сейчас вот парочку терминов буквально будет, и всё, чуть-чуть. Это симпатика, да, и парасимпатика. И вот этот завхоз, он на такие, как вот такой, как дирижёр оркестром управляет, только он дожмёт на вот эти две кнопочки. Что это такое? Вот давайте с вами сейчас все представим, что нам надо, ну, вбежать на какую-нибудь очень высокую гору, да, допустим. Вот что будет происходить с нашим организмом, когда мы начнём бежать? Первые пять минут всё будет нормально, ну, в зависимости от того, у кого какая, да, физическая подготовка. Но через пять минут что начнёт происходить? Начнёт увеличиваться, да, ускоряться сердцебиение, мы начнём чаще дышать. Кстати, что у нас во рту высохнет, да, это очень интересно, почему так происходит. Потому что, ну, зачем, грубо говоря, мне включать ЖКТ, зачем мозгу тратить энергию на ЖКТ, если сейчас не до этого, грубо говоря. Он мне не нужен же, когда я бегу, правильно? Мне надо всю энергию направить в мои мышцы, да, для того, чтобы мои ноги несли меня быстрее-быстрее вперёд. Почему, кстати, так происходит? Потому что у нас заканчиваются ресурсы, да, и мозг даёт вот в эту вегетативную нервную систему сигнал. Не справляемся, помогай, да, то есть помоги нам это сделать. Соответственно, включается симпатика. Что такое симпатика? Симпатика — это, скажем так, мобилизация, что ли, некая организма, да, когда мы вот собираемся и условно хотим сделать какой-то вот бросок, то есть нам надо больше энергии для того, чтобы добежать, да, забраться на эту высокую гору. Что будет происходить? Попадут сигналы из вегетативной нервной системы в надпочечники. Для чего? Чтобы адреналин начал вырабатываться, норадреналин, да, чтобы все вещества, которые нам нужны, они быстрее доставлялись туда, куда нужно. Что будет у нас происходить тогда, когда врубится вот эта симпатика? Начнется перераспределение ресурсов. Кстати, в тему ЖКТ очень интересно, что ЖКТ во время бега, оно как-то притормаживается, да, потому что, по сути, ну нету смысла тратить энергию на пищеварение, если мне надо бежать, грубо говоря, да, вся энергия пойдет в мои мышцы, там, в ноги, руки для того, чтобы я эффективнее совершала движения какие-то. И, соответственно, когда мы вбежали на эту высокую гору, все, мы достигли своей цели, скажем, тогда мы что делаем? Все, можно успокаиваться, цель достигнута, все хорошо. Включается пара, симпатика, вторая кнопочка, и все процессы приходят в норму, нормализуется сердцебиение, и все становится у нас хорошо и спокойно в организме, да. Теперь вопрос, к чему я это все рассказываю, да, к тому, что стресс, мы про психосоматику говорим, да, что такое стресс? Стресс — это постоянно включенная кнопка симпатики. То есть я постоянно нахожусь вот в таком вот состоянии, когда мне надо готовиться к чему-то, к какому-то побегу, к какому-то схватке, возможно, какой-то. И это состояние называется состояние бей-беги. Да, совершенно верно. И, знаешь, это очень интересно, что у всех живых существ на планете Земля есть три реакции реагирования на стресс, вот как раз такие, которые ты сказал, у любых организмов абсолютно, и мы не исключение, да, потому что мы тоже часть живой природы. И, соответственно, вот здесь начинается как раз самое интересное, потому что если у животных, например, стресс, там очень быстро у животных включается вот эта вот симпатика-просимпатика образно, да, представим сейчас давайте какую-нибудь обезьянку условную, которая сидит там на ветке и видит хищника, например, да, хрустнула какая-то ветка, она что сделала? Она осмотрелась, да, у неё включилась симпатика, она увидит в ближайшем будущем, что этот хищник куда-то ушёл, убежал и так далее, всё, она в безопасности, фу, она выдохнула, у неё эта просимпатика включилась. Всё очень быстро и очень просто. Но у человека дела обстоят немножко не так. Почему? Потому что у нас, в отличие от животных, есть воображение, у нас есть абстрактное мышление. То есть если обезьянка только в контексте «здесь и сейчас» мыслит, то мы, люди, чего можем делать? Мы можем испугаться хрустнувшей ветки, да, и мы можем что начать делать? Мы можем думать о том и бояться, что хрустнет снова, что вот опять хрустнет, опять будет какая-то опасность в будущем, которую мне надо вот так вот, да, мне надо зажиматься и так далее. И что самое важное здесь нужно подчеркнуть, что вот эта как раз вегетатика, она реагирует, вот представляешь, это удивительно, совершенно одинаково на угрозу реальную, то есть на реальную ситуацию, которая вот здесь и сейчас происходит, и на ситуацию воображаемую. То есть моя вегетатика, это, я думаю, очень многие за собой наблюдали, да, когда вот вы сидите, например, да, в спокойной обстановке дома, ничего с вами не происходит, всё хорошо, и вдруг резко вы начинаете прям вообще сердце там колотиться, потому что вы подумали о чём-то, вы даже, возможно, не осознали, о чём вы подумали, даже, возможно, нет вот на уровне какого-то осознавания то, что вот, да, может какая-то ситуация произойти, ещё что-то. Она где-то мельком промелькнула, вот мельком промелькнула, масло масляное маслом, мельком как-то вы её подумали, и всё, вегетатика уже заработала. Вот прям заработала всё, сердце включилось, дыхание, всё, пот, и всё в таком духе. Это основная мысль, которую нам всем сейчас важно закрепить, что наша вегетативная нервная система реагирует совершенно одинаково на вот здесь и сейчас, и то, что мы себе воображаем, домысливаем, опасаемся чего-то мы, да, и так далее. И если в дикой природе все конфликты и любой стресс решается очень просто, бей, беги, замри, да, то есть ты либо нападаешь, либо убегаешь, либо прячешься, но в социуме так не совсем получится. То есть если какой-нибудь условный человек, там, Василий, например, да, имеет на работе какого-нибудь очень неприятного начальника, с которым он сталкивается каждое утро, например, да, и целый день с ним взаимодействует, его вегетатика будет на этого начальника реагировать, когда Вася придёт домой. То есть он придёт домой, вроде бы нет у этого начальника рядом, но он будет прокручивать, ах, вот он мне так сказал, а вот он со мной несправедливо поступил, а вот он такой. И вегетатика будет запускать процессы в нашем теле постоянно. И это то, что очень важно понимать. Почему эмоции, кстати, важны? Вот скажи, Жень, вот на уровне физиологии эмоции-то это что такое по факту? Ну, для меня эмоции, как в том числе для доктора, это не только то, что мы испытываем, но это гормоны, это определённые нейромедиаторы, это определённые биологически активные компоненты, которые синтезируют наши гормональные железы. Всё это вбрасывается таким хорошим пакетом, и мы испытываем ту или иную эмоцию. Соответственно, здесь получается очень интересно. То есть мозг, с одной стороны, это какой-то великий просто божественный инструмент, который мы имеем, и мы можем творить, что-то придумывать, создавать, креативить. А с другой стороны, в неумелых руках мозг может привести к заболеванию, к патологии за счёт того, что человек думает неправильные мысли какие-то, либо имеет неправильное отношение к той или иной ситуации. Я пока это рассказывал, вспомнил, наверное, такую смешную, для меня, наверное, смешную ситуацию. Я помню, когда в университете медицинском учился, был самый мой нелюбимый предмет – органическая химия. И многих после кафедры органической химии отчисляли с университета. И вот в тему желудочно-кишечного тракта у меня есть три друга, у которых такой очень чувствительный желудочно-кишечный тракт, и у них за два дня до экзаменов, до выходных контролев, которые были на органической химии, до экзаменов, у них начинались проблемы с желудочно-кишечным трактом. У меня, поскольку ЖКТ от природы, слава богу, хорошо работает, он у меня спокойно к этому относился. Но у них, у кого живот был, у кого живот болел, у кого была диарея, у кого запоры были. То есть вроде мы одного возраста, одного хорошего здоровья, но разное отношение к событийному ряду, которое происходит, сразу влияет на желудочно-кишечный тракт. Потому что один человек начинает думать, вот сейчас меня точно отчислят, и что же делать, в армию заберут. Другой человек думает, ну, отчислит, и ладно, и бог с ним, ещё раз поступил. И я, конечно, понимаю это, и это безумно интересно, вот как наши мысли, как наши отношения к окружающей реальности способствуют выработке вот этих гормонов, которые запускают вот эти все органные процессы, тканевые процессы, клеточные. Да, это действительно очень интересно, потому что на уровне физиологии, точнее на уровне психики, да, это вот эмоции, да, тревога, там, например, страх, а на уровне физиологии это адреналин, пожалуйста, да, вот тебе и раз. Поэтому эмоции, по сути, это очень важно понимать, эмоции — это то, что, в общем-то, как бы это громко ни звучало, это то, что управляет нашим организмом. Именно управляет нашим организмом, поэтому, знаете, вот важность заботы об эмоциях — это не какие-то там красивые слова, там, да, которые там из каждого утюга сейчас звучат, это жизненная необходимость, если человек хочет чувствовать себя полноценным и здоровым, потому что это непосредственно влияет на наше состояние. Я надеюсь, что вот те примеры, которые я сейчас привела, да, и вот этот механизм как-то больше поможет понять, почему, вот часто, знаешь, звучит вот этот вот вопрос, да, ну почему со мной, почему у меня там болит, ну почему у меня там сердцебиение, почему то, почему это, а потому что, потому что мы так устроены, потому что наша психика реагирует абсолютно на всё, что мы проживаем. И тут основная проблема заключается в том, что многих процессов мы даже не осознаём. То есть вот, например, если ко мне люди приходят на консультации, да, вот, например, с больным там, с желудком, да, и я задаю вопрос им, слушай, ну давай подумаем, вот какой хищник-то, что за хищник рядом с тобой крутится, кого ты там не перевариваешь-то, да, что у тебя происходит? И человек вот с таким лицом говорит, да у меня всё хорошо, у меня такая хорошая семья, у меня такая мама милая, там, тра-та-та-та-та-та-та. Абсолютно, то есть он даже не понимает, что он злится на неё, понимаешь? Он даже не осознаёт этой злости. Почему не осознаёт? Это потому что, ну, мы в постсоветском, да, советском пространстве воспитывались, да, и наше поколение, и, соответственно, там же очень много было вот этого запрета на чувства. Мальчики не плачут, а ну там замолчи, не будь тряпкой, злиться на маму плохо, на бабушку не злись, у бабушки давление поднимется, да. То есть у нас запрет на эти чувства. А с точки зрения живой природы вообще нету такого понятия, как плохие чувства. Нету, то есть аллигатор, если не разозлится на зебру, он помрёт от голода, грубо говоря, да, и ничего, то есть не получится у него достичь своей цели, если он не испытает вот это чувство. И гнев и злость — это хорошие, наоборот, чувства, потому что, ну, опять же, смотря в какой концентрации, почему я вообще на самом деле плохо сейчас сказала, потому что относительно эмоций я бы вообще не рекомендовала использовать слово «хорошо» или «плохо». Нету правильных и неправильных эмоций. Есть то, что я испытываю в контексте моей жизненной ситуации. Отрицая эти чувства, мы тоже запускаем очень серьёзные процессы в нашем организме. И злость и гнев — это такие, знаешь, маячки, показатели, например, того, что кто-то нарушает мои границы, что, например, кто-то делает со мной что-то, что мне не нравится, чего я не хочу, например, да, или кто-то что-то мне предлагает такое, от чего я хочу отказаться. То есть это чувства, которые нам подсказывают, наоборот. И к ним очень важно прислушиваться. Но тут опять же мы уходим в проблему психики, что иногда мы просто элементарно не осознаём всех этих историй. И, знаешь, вот очень интересно, что, возвращаясь к теме ЖКТ, очень важно, на мой взгляд, подходить вообще очень комплексно, да, очень комплексно к лечению всех вот этих, ну, нарушений условные, так будем говорить, мне не нравится слово нарушение, мне больше нравится адаптация, употреблять слово, комплексно подходить вот к этим историям. Вот, Жень, скажи, пожалуйста, если начинать там с питания, например, да, вот ведь изначально ЖКТ — это что такое? ЖКТ — это была такая пищевая трубочка, пищевое колечко, оно, наверное, мне кажется, самое первое, да, из систем, в принципе, выделилось, да, по большому счёту. Поэтому эволюционно это такая система, которая отвечает у нас за очень простые базовые жизненные вещи, за пищу, да, то есть за переваривание пищи. Поэтому, да, нам очень естественно важно, ну, как-то вообще задумываться иногда о том, что мы кладём в себя, опять же, не переусердствовать с этим, это немножко позже об этом скажу, потому что можно такую тревогу себе нагнать с этим питанием, невероятно вот сидеть на этих диетах жёстких, там ещё что-то. Да, мы про это ещё поговорим. Да, 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 а на самом деле ведь можно просто очень мягко и с уважением относиться к своему телу, да, и просто задумываться иногда о том, что вообще в моей тарелке лежит, да, и как я это в себя потребляю. Вот скажи, пожалуйста, Жень, ты же нутрициолог, правильно? И как вот ты с питанием подходишь к вопросам желудочно-кишечного тракта? Как у тебя с питанием дела обстоят? Как ты вообще относишься к вопросу питания, если уж мы говорим про куски, да, про пищу, которую мы потребляем? Да, вот я считаю, что здесь важен такой подход, целостный или, как мы с тобой говорим, холистический. То есть мы должны понимать, что внутри нас происходит, да, там, какие у нас есть конфликты с собой, с окружающим миром, но и помимо опыта мы должны следить за тем, что мы едим. Вообще тема питания достаточно такая большая, обширная. Я сейчас активно развиваю свой YouTube-канал и понял, что я не могу всех пациентов принять, потому что как бы я один, и дней в неделю всего лишь семь. Я сейчас начал делать специальные программы для людей, чтобы люди, которые живут в других городах, которые не могут ко мне приехать или обратиться, разработал на текущий момент специальное детоксикационное меню, которое человек, если будет употреблять, детоксикационное меню – это такой огромный PDF-документ, который я сделал с разработанными завтраками, обедами, ужинами. Это специальные блюда, которые восполняют и микро-макроэлементный баланс, снимают воспаление кишечника, восстанавливают работу печени, желудка, поджелудочной железы, способствуют уход отёков, прыщей. Вот, я это меню разработал специально для тех людей, которые хотели бы оздоровить свой желудочно-кишечный тракт. То есть там прямо блюда прописаны, да? Прямо блюда, да, я их составил. Слушай, это на самом деле очень удобно. Я вот мама, у меня есть ребёнок, у меня есть семья, и мне иногда настолько, знаешь, вот это вот, я думаю, многие женщины меня сейчас поймут, вот иногда думаешь, боже, что мне готовить вообще, что мне, чем мне кормить свою семью? Потому что ну столько вот в суете как-то вот так вот, знаешь, забывается об этом, как-то какие-то рецепты, хочется новенького чего-то, да, и вкусно, чтобы было при этом. Поэтому это прям круто. Да, я считаю, что можно питаться и вкусно, и полезно, и это будет забалансировано по микро-макроэлементам, поэтому я для своих подписчиков придумал специальное детоксикационное меню. Ссылочку на это меню я приложу внизу под видео, оно будет лежать. Ой, класс вообще. Я рекомендую, в данном меню уже пользуются, мне кажется, не одна тысяча человек, очень хорошие отзывы про него. Я посмотрю обязательно, мне очень хочется. Я думаю, я его тебе подарю. Ой, спасибо большое, Жень, спасибо. И многие люди пользуются, уже данное меню очень многим людям помогло, потому что вот в век той еды, которая есть, многие люди, к сожалению, неправильно питаются, и это наносит тоже очень большой урон и вред нашего здоровья. Поэтому вот это меню я специально сделал для тех людей, которые хотят оздоровить свой желудочно-кишечный тракт. Возвращаясь, кстати, к теме злости, про которую ты уже говорила, я предлагаю обсудить тему желудочного пузыря. Это вообще, мне кажется, мой любимый орган в теме желудочно-кишечного тракта. Почему? Потому что в китайской медицине мы считаем, что это самый главный император организма. В трактатах так написано, желудочный пузырь – это император. Или, если по-русски сказать, царь желудочно-кишечного тракта. Именно от него зависит перистальтическая волна, как работает кишечник. Именно от концентрации желчи, от того, насколько она хорошо отделяется, зависит микрофлора, которую пытаются все восстановить пробиотиками, но забывают про важность работы с желчным пузырём. Именно от желчного пузыря зависит, насколько хорошо усваиваются жиростворимые витамины, витамин А, витамин Е, витамин Д. Это, кстати, у меня вчера была пациентка, и спрашивает, говорит, Евгений, ну почему у меня такой маленький витамин Д? Я же его пью. Так смысл в том, что она действительно пьёт хороший там БАТ. Просто он не усваивается. Хорошую дозёрку, но он просто, чёрт возьми, не усваивается. Но про это почему-то никто не говорит. Желчный пузырь очень сильно влияет на запуск ферментов поджелудочной железы. Если желчный пузырь неадекватно будет работать, то ферменты поджелудочной железы тоже не будут выделяться. Получается, это маленький орган, но сколько от него в организме зависит. И в китайской медицине мы говорим о том, что работа внутренних органов очень сильно зависит от нашего эмоционального состояния. Однозначно. Даже, знаешь, мы говорим в китайской медицине, что каждый орган имеет свой дух. Вот, так, наверное, эзотерически, мистически звучит. Можно научно сказать, что у каждого органа есть сознание. То есть он слышит, он понимает, какие процессы происходят внутри нашего микрокосмоса, внутри нас. И за желчный пузырь завязаны такие эмоции, как гнев, раздражение, злость. И вот даже в русском языке, а наш русский язык очень такой богатый, очень образно есть такие выражения. Этот человек у меня уже в печенках сидит. Желчный человек, да, ещё говорят? Да, этот человек желчный. Здесь как раз чётко прослеживается связь вот этих эмоций, которые испытывает человек. И у меня недавно была пациентка на приёме. Она ко мне пришла, она говорит, ну, я уже не знаю, что делать. На УЗИ ходила, там на УЗИ всё хорошо, ко мне полипов нету. Препараты пила, урсосан пила, адистон пила, но ничего не помогает. Я говорю, давайте посмотрим. Я пропальпировал её желчный пузырь, он оказался напряжённым. Чисто пальпаторно, когда посмотрел её язык и пульс, увидел нарушение именно меридиана желчного пузыря и сделал ей назначение китайских фитопрепаратов, которые работают именно меридианально. Отработал её руками, и уже в конце мы с ней пообщались. Я говорю, так, давайте выяснять. Я говорю, что же вас там триггерит? Я говорю, кто вас раздражает в последнее время? Она говорит, ну, как бы, знаете, вот там есть один человек, который меня жутко бесит, но вот я не знаю, что с этим поделать. Человек очень воспитанный, человек очень интеллигентный и не может сказать вот всё, что думает там. Как раз удерживает эту злость. Да, по тому или иному поводу. Соответственно, это вызывает рефлекторность в желчном пузыре. Автоматически. Да, мы с ней и руками поработали, я ей препарат назначил, у неё всё нормализовалось, и как следствие пищеварения нормализовалось. Я вот с такими ситуациями очень часто сталкиваюсь и вижу часто корень проблемы не в еде, даже которую мы едим, хотя это тоже очень важно. Да, но не хлебом единым, как говорится. Да, да, а вот в эмоциях, которые мы испытываем, и то, как мы коммуницируем с внешней средой, то, что мы с тобой обсуждали. Я очень хотел бы, чтобы ты тоже раскрыл вот тему желчного пузыря с точки зрения психосоматики. Как вот он работает с точки зрения психосоматики? Какие у тебя тоже были кейсы интересные? Да, я сейчас расскажу. Я сама у себя, кстати, знаешь, кейс, мне кажется, самый лучший, потому что у меня в моём анамнезе, боже, я всё детство и всю юность, и апогей был у меня в 2017 году случился, мне поставили СРК. Это просто был какой-то кошмар, если честно. Это были боли бесконечные, которые я слонялась по кабинетам врачей, ничего не помогало, у меня особо там ничего не находили. Находили там максимум какой-нибудь там хеликобактер. Пилори, кстати говоря, а вот кто переживает очень сильно, я знаю, что очень многие люди переживают по поводу этого хеликобактера, залечивают его антибиотиками, просто кошмар, если честно, на самом деле. С точки зрения психосоматики, это вообще такая бактерия, которую эволюция поместила в желудок для того, чтобы в присутствии её вырабатывалась соляная кислота. То есть без неё вообще никак нельзя, да? Люди столько вот придают вот этому... Ну ладно, не про это сейчас. Знаешь, с чего хотела бы начать? Поджелудочную тоже сейчас затронем. Вообще психосоматика уже кота, чтобы все понимали, да? Потому что, как я уже сказала, вообще чисто эволюционно, с самого начала первая система, да? Это вот была такая пищевая трубочка, которую потом стали отрастать ножки и ручки образно, да? То есть это первая система, и эта система, она управляется очень древними отделами мозга, вот стволом мозга, да? А это такая прям база-база, здесь прям вот инстинкты такие, знаете, вот прям самые базовые инстинкты. В психосоматике это называется кусковые конфликты так называемые, да? То есть что такое, по сути, кусок? То есть это моя пища или враг, которого мне надо схавать и переварить, да? Чтобы он там на мою территорию не заходил. Вот, непосредственно питание, пища, которую я кладу в рот. Но так как мы с вами люди, да, и у нас есть вот это абстрактное мышление, вот очень интересно, ты, да, тоже заметил, что в речи даже у нас это проявляется, да? Я не перевариваю, мне отвратительно там что-то, да, и так далее. Тошнит меня, да, там, от него, от неё, от них и так далее, или от ситуации какой-то. И, соответственно, для нас, для людей, вот этот кусок, он может быть не только в плане вот кусок, как вот пищи, да? Хотя и пища тоже бывает. Ребёнку, например, там, да, мама засовывает насильно еду, которую ребёнок не хочет, например. Вот, пожалуйста, ЖКТ может совершенно спокойно отреагировать. Мама там будет думать, что она его там чем-то плохим накормила, а на самом деле она хорошо его накормила. Просто вот эта эмоция, насилие вот это тоже будет реакцией в ЖКТ запускать неизбежно. Возвращаясь к куску, да, то есть в метафорическом смысле наше тело метафорами мыслит. И метафорически под этим куском мы можем воспринимать вообще всё, что угодно, современные люди, да? Это может быть какая-то ситуация, которая, например, которую я никак не могу принять, например, да? То есть она происходит, но я не согласна с ней внутренне, да? Там меня триггерит, она раздражает, бесит. Это может быть человек какой-то, с кем мне приходится контактировать, например, на работе или дома, даже, да, вот в кругу там ближайших родственников, например. Тоже я могу не переваривать его, злюсь там, кто-то нарушает мои границы. То есть по сути вся-вся-вся психосоматика ЖКТ, она основана на вот этом вот конфликте куска и на вот этой территориальной злости. Какой бы орган мы не затронули, но интересно то, что в зависимости от интенсивности вот этого гнева, то есть я же могу просто раздражаться как-то, да? А я могу ещё прям вот негодовать. У меня может быть просто гнев вот этот праведный, от того, что кто-то там поступает, например, несправедливо, ещё что-то. И в зависимости от интенсивности вот этого гнева мозг будет принимать решение, куда направить сигнал. Вот, например, если мы говорим про поджелудочную, да, то в поджелудочной это самый такой сильный гнев на самом деле, вот самый сильный такой гнев, который связан вот тоже с моей территорией. Мне с кем-то делить эту территорию, возможно, приходится. Это, возможно, мне очень хочется разорвать кого-то на куски в буквальном смысле, но я не могу так сделать, да, потому что это у нас ответственность уголовная. То есть если аллигатор может себе позволить схавать зебру, да, ему ничего за это не будет, то мы, естественно, люди не можем так решать конфликты, но это не значит, что мы не можем злиться на это. Это очень важно понимать. И вот в поджелудочной, кстати, самый такой вот прям жёсткий, самый такой прям вот самый-самый интенсивный гнев, который только можно представить, это будет поджелудочная реагировать. Согласен. Расскажу, кстати, очень интересный. Ко мне недавно приходила пациентка с острым панкреатитом. Она ЗОЖ, правильно питается, вовремя ложится спать, всё соблюдает, не пьёт во время еды, долго жуёт. Но она пришла с острым панкреатитом после проблем с мужем. Там были невыясненные отношения, они потом развелись. Соответственно, я тоже имею наблюдение, что вот именно острые панкреатиты часто происходят не на фоне неправильного питания, а на фоне такой сильной злости, которую человек не выплёскивает как-то экологичным образом, или не проживает. Отрицает, замалчивает. И вот это вызывает такое напряжение, спазм, что может произойти заброс этих ферментов, и поджелудочная железа воспаляется. И человек задаётся вопросом, ну почему же у меня панкреатит случился? Я же всё правильно делаю. Я же пью БАДы, я же работаю с нутрициологом, я же там вовремя ложусь спать, и даже делаю Уди, Яну, Банху, Наули и другие йогурские упражнения. Там всё равно всё. Да, а как бы всё равно вот есть какой-то глубинный конфликт, который влияет на наши внутренние органы, и в том числе на поджелудочную железу. И что вот интересно, мы с тобой этого не обсуждали, у меня тоже наблюдение, что вот наиболее какие-то сильные эмоции, вот такие непрожитые, вот они влияют на поджелудочную. Да, 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 безусловно. У меня недавно была клиентка, которая обратилась с жалобой на метеоризм, вздутие очень сильное. Вот она тоже говорит, мне врачи сказали, что у меня там ферментов мало. И вот она пьёт как бы эти ферменты. А там уже и на кожу реакция, соответственно, там высыпание и так далее. И она говорит, блин, да я вообще всё, вообще у меня там всё выверено, там диета, нутрициолог, специалисты, там и т.д. Но прям вот хоть ты тресни, вот вообще ничего не работает, метеоризм, вот он просто есть, и ничего как будто бы с ним нельзя сделать. И тут опять же возникает вопрос. Да, безусловно, ферментов недостаточно у неё. Но вот психосоматика отвечает на вопрос, а почему у неё этих ферментов недостаточно? Как так получается? А вот протоки, если мы говорим про протоки поджелудочные, то есть что там происходит? Вот если там происходит отёк, например, вот они вот выглядят вот так вот примерно, отёк происходит, естественно, через вот такое отверстие, ну гораздо меньше будет этих ферментов проходить, безусловно. И, естественно, начнётся там процесс брожения, гниения и всё в таком духе. Вопрос, почему эти протоки решили сузиться вообще? Почему? По какой причине? И мы когда стали с ней разбираться, то есть у неё очень неприятная история с мужем. Неприятная история с мужем, то есть он такой абьюзивный товарищ, он её прессует постоянно, а у неё в принципе вот так получилось, что с детства там ещё эта история абьюзивная тянется, и вот она в принципе не имеет внутренней права на эту злость. Понимаешь, то есть она её испытывает на постоянной основе, ей не нравится там, как он с ней обращается и так далее, но настолько это для человека в пределах нормы находится, что она даже не осознаёт порой, то есть что с ней происходит вообще. А желудок, господи, поджелудочная, да, желудок и её кишечник, они неизбежно будут на это реагировать, потому что, это, кстати, очень важно, многие, знаете, как вот говорят фразу, я типа всё головой понимаю, а-ля, да, но ничего не могу с этим поделать, потому что одного понимания недостаточно, к сожалению, а иногда человек даже и не понимает, почему, то есть почему такая реакция, то есть он может реально думать, что у него всё хорошо, что у него всё в порядке, просто потому что он не осознаёт, что для него вот это давление, вот этот прессинг, это не норма, и, соответственно, работать надо, понятное дело, ферменты, надо помогать организму, да, там, БАДами, препаратами, и отёк снять, и воспаление снять, и отёк снять, и воспаление, да, но если она проблему эту не решит, на уровне вот этом вот, на уровне психики, то какие бы препараты она ни пила, и что бы она ни делала, это всё равно будет происходить с ней, поэтому первоочерёдно нужно работать вот как раз таки, то есть БАДами мы помогаем, безусловно, организму справляться с этим, то есть мы ему такой даём, такую руку помощи, что называется, да, с помощью которой просто человек сможет более или менее себя там комфортно чувствовать, но изначально нам надо идти вот в этот эмоциональный конфликт, который запускает, вспоминаем, да, про нашу вегетативную нервную систему, который запускает вообще вот это вот изменение на уровне органов, это очень важно понимать, ещё у меня, вот говорю серьёзно, сколько бы я не работала с людьми, сколько бы я не работала, я работаю в личных консультациях, да, онлайн-консультации, очные тоже встречи, вот сколько не было у меня людей с ЖКТ, у всех абсолютно тянется красной ниточкой вот эта вот злость, территориальный вот этот гнев, когда кто-то на моей территории прессует меня, нарушает мои границы, и нету внутри у меня способности и возможности выразить полностью эту злость, то есть человек либо замалчивает её, потому что он вот такой вот весь вот ха-ха, вежливый, хороший мальчик или девочка, к которому нельзя было на маму злиться всю жизнь, например, а как бы если ему нельзя злиться на маму, что интересно, злость-то от этого никуда не девается, вот что самое главное понимать, что как бы человек может придумать себе и сделать вид, создать себе иллюзию того, что ой, да у меня же такая классная мама, и никто не отменяет любви этого человека к его маме, но при этом, при этой любви он ещё и очень сложные чувства испытывает к ней, ненависть, возможно, где-то, злость, раздражение, которые он в силу воспитания не имеет реально возможности выразить, и вот в терапии как раз-таки мы и работаем с вот этим психоэмоциональным уровнем, с эмоциями, которая должна быть выражена, то есть пока человек не выразит эту эмоцию, то есть если ты сам не хочешь выражать эту эмоцию, то же коте твое будет выражать эту эмоцию вместо тебя, грубо говоря, и вот это, конечно, да, это… Конечно же, лучше, когда человек это делает сам, когда он, я думаю, развивает в том числе навык отслеживания своих эмоций… Конечно, безусловно. …чувств, мыслей, и занимается анализом отношений, особенно с близкими людьми, с которыми он постоянно контактирует. был такой случай, одна моя знакомая, но мы ей потом всё вылечили, у неё бабушка и дедушка умерли, она жила с бабушкой и дедушкой, а мама там в основном работала всегда, она с мамой достаточно мало виделась, ну там раз в неделю. И когда умерли бабушка и дедушка, постараюсь, у неё было идеальное питание, всё там выстроено, просто идеально. И как только бабушка и дедушка умерли, внезапно так получилось, у неё открылся язвенный колит, причём с кровотечением массированным, мы, конечно, ей всё полечили, это очень много времени заняло, и оно после вот такого стресса началось, то есть кишечник не смог переварить, да? Не смог переварить, да. А здесь мы как раз тобой говорим такой стык, да? С одной стороны, кишечник – это просто трубка, которая переваривает еду, а с другой стороны, кишечник имеет и духовные функции, да, или психологические как бы переваривания вот этих всех ситуаций. Конечно, да-да-да, то есть на двух уровнях. Да, и это, конечно, очень интересно, и здорово то, что вот сейчас в современности мы про это говорим, больше как бы понимания, хотя там древняя китайская медицина вообще про это там уже много тысяч лет говорила. Да-да-да. Но не всегда это было понятно всем людям, потому что трактаты, они обычно писались там для врачей, для докторов, и там в древности это вообще там династиями передавалось, и это всё как-то корректировали там иглами, фитопрепаратами, медитациями, или там общением с каким-то духовным наставником там в монастыре. И вот очень здорово то, что сейчас люди в том числе имеют возможность посмотреть нас с тобой на ютубе и как-то по-другому на эту тему посмотреть, как-то её осмыслить, понять, что реально психосоматика существует, и то, что всё это запускается просто гормонами, нейромедиаторами. Да-да-да. И попытка вот разобраться, заглянуть внутрь себя, как мы выстраиваем отношения с людьми, уже очень сильно сможет изменить тему здоровья и самочувствия. Какие у тебя вот есть последние наблюдения по желчному пузырю? Какие-то, может быть, кейсы интересные? Да, сейчас расскажу сейчас один. Смотри, была одна женщина у меня, которая обратилась с проблемой, рефлюкс у неё был, и ты знаешь, так прикольно, она пошла к врачу, ну, то есть у неё болел желудок. Давай расскажем нашим слушателям, что такое рефлюкс. Это когда желчь забрасывается в вышележащие отделы. Да-да-да. В желудок, например. Да, вот, и у неё, соответственно, она вот ощущает, говорит, вот очень давно у меня вот такие ощущения неприятные в желудке, вот в этой области, да, вот как-то давит, что-то подтягивает, прям болит. И вот она идёт к врачу, там у неё ничего не находят, ей ставят этот рефлюкс, да, то есть её рвёт желчу, периодически. И, соответственно, возникает у неё вопрос, то есть ей особо не помогают таблетки, да, обезболивающие. И вот тут так интересно тоже, сейчас тоже расскажу вот буквально пару слов. Есть у нас несколько типов тканей слизистой, да. Одна ткань, она более древняя, она переваривает, ну, она из ствола мозга управляется. Это вот тоже, там всё про куски абсолютно, да, вот эти кусковые конфликты. А есть ещё одна, такой тип слизистой, который немножко позже образовался, образовался тогда, когда животные стали социальными, и нужно было, ну, коммуникацию учиться с родичами выстраивать, да, немножко позже она появилась. И вот как раз, когда вот этот территориальный конфликт человека бомбит, да, то есть на моей территории что-то такое происходит, и я не знаю, как вот с этим справляться. Там, как правило, болит вот непосредственно в моменте, когда человек с конфликтом сталкивается. Грубо говоря, поссорилась она там с мужем, да, у неё, хоп, а желудок заболел. Она придёт на УЗИ, и у неё там ничего не найдут. Вот если первый тип слизистой рассматривать, вот язва, например, да, это первый тип слизистой, который вот из этой, из ствола мозга управляется, там как раз будет боль тогда, когда уже что-то есть. Вот язва, например, да, её будет видно там на анализах, на УЗИ и так далее. То есть вот в этом разница, что там будет болеть, когда уже что-то есть. А территориальная вот эта история, другой тип слизистый, там будет болеть вот в момент конфликта, но по сути там ничего не будет, то есть на тканях ничего не увидят. И это очень часто вызывает у человека тревогу тоже, типа, блин, вроде всё нормально со мной, а у меня там болит и тошнит меня, и рвёт желчью, например, да. Ну так вот, и у неё, получается, на постоянной основе были тоже ссоры с супругом. Вообще вот всегда, вот запомните, пожалуйста, вот у всех, у кого есть проблемы с ЖКТ, обязательно поищите какого-то человека, какую-то ситуацию, очень часто с родственниками. Вот поджелудочное, это прям вообще, желчное, это вот всё про родственников, как правило. Какая-то делёжка какого-то куска, да, там наследство вот какое-то часто, да, что угодно на самом деле. Вот какая-то ситуация, которую я прям вот, ну вот так вот прям не вывожу её, да. Поищите какого-нибудь человека или ситуацию, которая вас очень сильно раздражает, злит, на которую вы гневаетесь, и вот как будто бы такая подтекст вот этой беспомощности, что вроде бы я не могу как будто это выразить до конца, не могу проявить вот эту злость, не знаю, как с ситуацией справляться. И вот у этой женщины, да, возвращаясь к рефлюксу, у неё прямо на постоянной основе тоже конфликты были с мужем, и вот они вроде поругаются, вроде бы как-то там помирятся кое-как, она ложится спать, с утра она встаёт, её желчью рвёт. То есть это такой восстановительный, вот есть такая история в психосоматике, когда какие-то жёсткие штуки с человеком, рвота там, ещё что-то вот такое неприятное. Рвота — это, кстати, очень хороший механизм, потрясающий природный механизм, который в эволюции придуман для чего? Чтобы извергать кусок, по сути, который я не хочу в себе держать, да, то есть что-то неприятное, что-то какое-то гадкое, с отвращением. Или как диарея. То есть, с одной стороны, мы можем чем-то отравиться физически, но мы можем там и психически тоже отравиться. Конечно, да. И через два отверстия, естественно, которые у нас есть, организм может быстро сам очиститься, если это уже совсем токсично. Да, и знаешь, кстати, очень интересно, что такая метафора сейчас приходит, что, опять же, времени, по сути, в подсознании нет времени. Там всё вообще, будущее, прошедшее, как-то вот так всё смазано. Но тем не менее, тем не менее, я наблюдала просто много раз при работе с клиентами, что вот отсюда-сюда какая-то такая временная петля. То есть, чем, например, будущее, грубо говоря, тот кусок, которого у меня ещё нету, например, там, повышение зарплаты или там какое-то наследство, например, человек очень хочет получить, вот очень-очень хочу-хочу-хочу, а не получается. Это вот как-то про будущее больше. Это будет больше сконцентрировано вот здесь, да, там, гланды, вот парный орган, да, может воспаляться, там, пищевод и так далее. Желудок, вот то, что находится уже, это как бы то, то, что мы уже в себя приняли, но вот как-то вот какой-то такой осадок, вот не могу принять эту ситуацию, не могу смириться с чем-то там, с тем, что происходит, да, а кишечник — это, по сути, то, что мы уже в себя, то есть это уже наше точно 100%, да, то есть всасываются там остатки вот эти вот все, да, пищи. Это про прошлое, как правило. Вот у меня, знаешь, недавно, буквально недавно был случай, пришла девушка, у неё, знаешь, какой-то случился жесточайший вообще спазм кишечника, она даже скорую вызывала, потому что настолько у неё сильно болело, что она прям не знала, куда деваться, ей там спазмолитики вкалывали, ещё что-то, и мы с ней стали разговаривать, я говорю, что с тобой произошло, то есть, да, там, за неделю, за две, за месяц до вот этого жёсткого приступа. Она получила наследство, получила квартиру, да, там делёжка между братьями и сёстрами у неё была, и вот ей досталась квартира, и вот она как бы ей досталась, но она не могла, знаешь, какая там тема была, чувство вины очень сильное, ей было стыдно, там своя история, я не буду в это углубляться, это неважно сейчас, но важно то, что она не могла этот кусок как бы, по сути, принять в себя, то есть, она его переварить не могла, потому что чувствовала там, там, сильное чувство вины было, стыда, что вот досталась ей, а вот другому не досталось, вот она такая вся, какая-то не такая, вот это вот самопоедание, вот это происходит у неё, вот, пожалуйста, да, просто заметила такую штуку, что как будто бы по временной петле вот так вот, чем дальше, точнее, чем ниже, да, вот к нижнему отверстию, да, к нижнему выходу, тем как-то это больше про ситуации, которые вот в прошлом с человеком случились, которые вот он перемалывает внутри, вот как это, прожёвывает, жуёт, жуёт эту мысленную жвачку, да, такое наблюдение тоже очень интересно, как будто бы временная история, она на ЖКТ, вот непосредственно прям отражается, таким образом. То есть желудочно-кишечный тракт, сама вот эта трубка, она связана как орган времени, да, такой, ну, как будто бы, который вот растянулся из прошлого в настоящее и в будущее, и вот в том числе всё это считывают. У меня, кстати, тоже такие наблюдения есть, потому что когда люди ко мне приходили с воспалительными процессами в сигмовидной кишке, в прямой кишке, всякие какие-нибудь проктиты, сигмоэдиты, или там геморрои, безусловно, там причин много, что-то всегда было вот связано с прошлым, вот с давним, и вот это очень коррелирует, вот такие духовные взаимосвязи, я бы их так назвал, они, конечно, очень интересны. Я знаю то, что ты не только очно работаешь с клиентами, не только онлайн, но и про какие-то группы ты мне рассказывала, групповые терапии, расскажи мне, что это такое. Да, групповая, ну, индивидуальная работа — это когда мы вот сидим с клиентом вдвоём, мы с ним общаемся, да, у меня есть вообще целая программа, на самом деле, по работе с симптомами, где я выдаю рабочие тетради, где человеку, знаешь, нужно проводить прямо очень серьёзную рефлексию, прям целую линию жизни, потому что симптом, по сути, это, то есть я никогда не лечу сам симптом, понимаешь? Я всегда, его, кстати, и не надо так вот прям вот брать и вырывать, потому что этот же симптом как-то, он же сформировался каким-то образом, он каким-то образом сформировался, за любым симптомом есть история, есть какая-то жизненная история, есть какой-то жизненный опыт, есть сильные переживания человека, связанные с этим опытом, и как раз-таки на личных консультациях и на групповых консультациях в группе, терапевтические группы, ну, в зависимости от запроса, в групповых историях можно не только с симптомом работать, но и с другими разными запросами, но так или иначе, то есть мы прослеживаем вот эту историю, то есть каким образом у тебя этот симптом появился, то есть мы смотрим за симптом, я никогда не работаю с симптомом напрямую, так не делается, потому что этот симптом человеку для чего-то нужен, да, потому что это вот полипы в желудке, кстати говоря, да, например, вот с точки зрения классической медицины, да, ой, полип, какой кошмар, надо там вырезать, отрезать, ещё там что-то сделать, а с точки зрения психосоматики это усиление органа, представляете, то есть по сути мозг подал сигнал в желудок для того, чтобы какой-то кусок, который, ну кусок, да, там ситуация человек, чтобы вытолкнуть его по сути из этого желудка, то есть представляешь, это вообще удивительная мысль, которая позволяет смотреть на наши симптомы, на то, что происходит в нашем теле, не с точки зрения патологии, какого-то нарушения, там, да, что ой, камкара небесная, кошмар, там, да, что-то там человек себя корить начинает, вот, наверное, это мне там за какие-то грехи мои досталось, то есть это всё адаптация, это вот, наверное, основная мысль, которую бы я хотела здесь поделиться, да, закрепить, чтобы мы все понимали, что наше тело адаптируется под внешнюю среду, под то, что мы в этой внешней среде проживаем, и как раз на этих вот консультациях, онлайн, оффлайн, мы работаем с причиной, то есть что запускает в тебе такие эмоции, почему ты так себя чувствуешь, как это вообще случилось так в твоей жизни, что ты чувствуешь себя именно вот так, вот, скажи, пожалуйста, Жень, вот я тоже знаю, что ты работаешь онлайн и оффлайн, как ты онлайн работу выстраиваешь с желудочно-кишечным трактом, потому что ты сказал, что, ну, соответственно, когда к тебе человек приходит, ты можешь его пропальпировать, да, естественно, посмотреть, как онлайн это у тебя происходит? Онлайн я смотрю состояние языка, дело в том, что все внутренние органы проецируются на язык, вот поэтому я по языку всегда могу понять, в каком состоянии те или иные меридианы и внутренние органы, обязательно смотрю анализы, обязательно опрос провожу, человек анкету огромную заполняет, и уже консультирую онлайн. Для тех, кто не может, вот в аспекте желудочно-кишечного тракта, у меня есть такой огромный мой один из флагманских продуктов, называется «Здоровье в твоём животе», это такой большой вебинар на три часа, и я там полностью подробно раскладываю, какой орган восстановить. Специальные сборы, фитопрепараты, травы, подходы для восстановления печени, желудка, поджелудочный, желчного пузыря, тонкого толстого кишечника. Я это всё сделал для обычного человека, который не имеет медицинского образования, чтобы он посмотрел этот вебинар, разобрался и уже начал заниматься либо профилактикой, что тоже очень важно, Либо лечением. Ссылочку, кстати, на этот продукт я приложу внизу своего видео. Всем, кто интересуется темой желудочно-кишечного тракта, хотела бы его либо вылечить, либо позаниматься профилактикой, ну, прям настоятельно рекомендую. Знаешь, вот ты тоже сказал очень интересную вещь, то, что, по сути, болезнь – это адаптация к тем событиям. Многие болезни воспринимают как всё, там, шеф, всё пропало, а болезнь – это просто, это неплохо, болезнь – это способ, это, ну, отчасти болезнь – это хорошо, потому что болезнь – это способ адаптации под события, плюс нам тело сигнализирует дополнительно нашей душе, что что-то происходит не так, мы неправильно взаимодействуем с миром, ну, по сути… Или сами с собой. Да, моя такая теория жизненная, она такая богоцентричная, то есть, как бы, в основе, там, для меня в центре – это Господь, это Бог, это душа, и, по сути, для меня, как бы, есть душа, да, это такая энергоинформационная оболочка, немножко сейчас в азотерику я предлагаю окунуться, и есть тело, да, это такой скафандр для моей души, где душа тоже полностью всецело присутствует в каждой клеточке моего тела. Душа сюда приходит для того, чтобы получать опыт взаимодействия с людьми, с растениями, с животными, с минералами, усиливать связь с Высшим. Это вообще основная задача. Вот в христианстве про это говорится, вот если вспомнить моего любимого святого Серафима Серовского, он, когда я его спрашиваю, в чём смысл жизни, он говорил «стяжание Духа Святого», то есть «соединись с Богом». И тело нам, по сути, показывает, где мы с миром или с собой, со своим внутренним миром взаимодействовать неправильно. И получается, болезнь – это неплохо, а это какой-то такой божественный инструмент, какой-то алхимический, даже не знаю… Послание, можно сказать. Да, вот что-то такое алхимическое, что нам дополнительно всегда показывает, где мы неправильно выстроили взаимодействие. То есть душа, в том числе, на мой взгляд, воплощается в теле для того, чтобы получить мощнейшее духовное развитие, где тело является вот этим инструментом и коммуникации, и богопознания, и познания других людей. И если у человека болит желудок, он, безусловно, должен начинать лечение, классическое, неклассическое, но он должен задуматься. Конечно. А почему у меня этот желудок заболел, да, а с чем это может быть связано? А может быть, вчера как-то очень сильно поконфликтовали с человеком, а может быть, я просто самоедствую. Ну, например, там есть люди с синдромом отличника. Да. Не выполнили какой-то проект или там что-то сделали не вовремя, и они после этого переживают. Какую-то ответственность на себя такую завалили, что вот, ну, не вытянули, и переживают. Ну вот, я не сделал это вовремя, и там раз – язва открывается. Конечно, да. Получается очень интересная мысль, что тело – это инструмент, который нам позволяет приблизиться к истинному себе, к своей душе, там, не знаю, с точки зрения соединения со своим подсознанием, и понять, как же на самом деле правильно взаимодействовать с миром, там, с физическим, с духовным. И у меня, знаешь, очень было много случаев практики, когда ко мне приходили пациенты и рассказывали, что вот если бы я не заболел, если бы я не заболел, я бы не сменил профессию. Абсолютно согласна. Я бы не начал бы жить правильно. То есть болезнь – это, получается, такой духовный инструмент, ну, уже самый последний, когда человек не понимает, что, конечно, надо делать. Да, да. Вот такой метод не пряника, а кнута от пространства, чтобы простимулировать человека на какие-то изменения, как внутренние, так и внешние. Моя, кстати, история была такая, я с детства, я там и на сайте своём писал, и в телеграм-канале много рассказывал, я с детства болел атопическим дерматитом. У меня всё тело было в таких неприятных язвах. История такая, то, что моя мама, когда уже меня вынашивала внутри себя, ей папа принёс лесную землянику и её обсыпало. Хотя раньше у неё проблем с кожей или каких-то аллергий не было, и это, получается, обсыпало не её, а меня внутри, когда я находился у неё внутриутробно. Дальше она меня родила, и где-то с двух лет у меня уже начался атопический дерматит. Конечно же, она меня водила по всем докторам, мне назначали и мази, и антигистаминные препараты, и гормонокололи. В общем, я уже там с детства знал все препараты, всю линейку препаратов, был уже таким фармакологом маленьким, но мне это не помогало. В 18 лет я прочитал какой-то сайт о том, что есть практика, у меня тогда уже был интернет, о том, что есть практика цигун, то, что есть энергетические практики. И вот там подход заключался в том, что человек может болеть от того, что неправильно циркулирует энергия по каналу. И вот я когда это прочитал, мне как-то это показалось внутри очень знакомым, и что вот это точно мне поможет. Я поехал тогда, помню, к учителю на первое занятие, у меня тогда 70 рублей в день на проезд было, что-то вот такое, и это, кстати, было вполне неплохо на те времена, может быть, и для первого курса. Я поехал, у него был день рождения, она семинар по первой ступени бесплатно проводила, я вообще обрадовался, бедный студент. Вот, прошел этот семинар, но у меня не было денег заниматься у неё, ходить на групповые занятия, я себе купил книжку и дома начал заниматься. И через месяц я полностью выздоровел, у меня кожа полностью очистилась, и получается, и меня это простимулировало дальше изучать нетрадиционную медицину, хотя у меня классическое образование, и я благодарю свою болезнь, потому что, если бы не она, весьма возможно, что не сложился бы мой путь, мы бы тут с тобой вместе не сидели, не общались на эти темы. Я понимаю, что болезнь – это, с одной стороны, ну, как некое такое проклятие, можно сказать, человек, потому что страдает очень сильно, но, с другой стороны, дар, потому что это может быть очень большой подсказкой. А как раз вот психосоматика, да, вот она подсказывает, куда посмотреть, к чему прислушаться. Однозначно. Очень круто то, что есть такие специалисты, как ты, которые помогают внутрь человеку заглянуть, да, вот найти вот эти тонкие взаимосвязи. Истоки, истоки. Почему же человек заболел, да, как ему сгармонизировать вот это своё внутреннее состояние, и, соответственно, у него болезнь пройдёт, и уверен, что и внешние какие-то события, внешнее вот это поле событий тоже изменится. Сто процентов, сто процентов. Вот знаешь, мне, кстати, было интересно, я этот вопрос заранее подготовил, я туда сидел, смотрел свою статистику по YouTube-каналу, думаю, интересно вообще, кто меня смотрит, какие страны, какие люди и какой пол. И, конечно же, это неудивительно, что большая часть подписчиков – это женщины. Женщины всегда больше здоровьем занимаются. Мужики будут здоровьем заниматься только, когда руку оторвёт, когда уже, не знаю, кровотечения начнутся, это нормальная тема. Знаешь, часто мужчины-пациенты приходят на приём, говорят, так, мне вообще чуть-чуть совсем назначать, я вообще не люблю лечиться, и жена меня к вам послала, потому что вы её вылечили. Женщина-двигатель прогресса мирового. Не иначе, да. Очень много историй, когда мужчина живёт, ведёт семейный образ жизни, мужчины вместе живут на одной территории, и женщина что-то не договаривает или не высказывает, и у меня, соответственно, вопрос. Конечно же, он такой, наверное, на часа полтора, чтобы ответить, но я хотел бы, чтобы ты мне и моим подписчикам рассказала, как правильно, экологично, гармонично выстраивать отношения с мужчиной внутри семейного круга, чтобы это не приводило к появлению заболеваний, там, в том числе и желудочно-кишечного тракта. Знаешь, кто-то рекомендует, нужно говорить всё, что думаешь, но если человек будет говорить всё, что думает, мы понимаем, что мы можем ранить другого человека тоже, потому что есть другие личные границы, есть тип нервной системы у другого человека, есть там какой-то определённый настрой в течение дня. Вот как правильно вот те чувства, которые появляются, те настрои, которые есть у женщины, что с ними делать с точки зрения телесно-ориентированной терапии, чтобы это и не перегрузило внутренние органы женщины, чтобы это всё вышло, в то же время не разрушить отношения и прийти к какому-то, ну там, согласию в семье. Ну, вообще, очень классный вопрос, Жень, ты знаешь, он очень глобальный, очень глобальный, о нём действительно можно говорить многие-многие часы. Первое, что важно понимать, что люди выбирают друг друга не просто так. Мы очень тщательно с точки зрения нашего автоматического мозга выбираем себе партнёров, да, как мужчина выбирает женщину, так и женщина выбирает себе мужчину. И мы, как правило, выбираем таких партнёров, с которыми мы просто вот, знаешь, в лучшем виде отработаем все свои внутренние травмы. Поэтому перед тем, как спешить называть своего мужа козлом или кем-нибудь там ещё, да, и, соответственно, наоборот, надо очень хорошо себе самому признаться, для чего я вообще нахожусь с этим человеком. То есть я же выбрала его почему-то, или он там, или почему-то я выбрала эту женщину, да, потому что вообще очень большая проблема, конечно, у нас в отношениях между людьми заключается в том, что каждый доноровит ответственность друг на друга скинуть, да, что вот из-за тебя у меня в жизни всё плохо, вот ты мне там всю жизнь испортил, да, там, ты виноват и всё такое. Поэтому первое, что бы я, наверное, хотела здесь сказать, что очень важно брать ответственность за свою жизнь, это очень важно, потому что вот эти вот игры, в которые люди друг с другом играют, ты виноват, нет, ты виноват, это очень сильно про жертву, знаешь, что вот это всё из-за тебя, вот если бы не ты, там, тра-та-та. Нет, то есть мы друг друга выбираем, это очень важно помнить, что вы друг друга, мы друг друга все выбираем, ну, естественно, в большинстве, там, в большей части бессознательно, бессознательные процессы, но тем не менее мы выбираем друг друга. Поэтому здесь очень важно тоже помнить о том, что когда мы работаем с отношениями, два человека должны в этом участвовать. Очень часто ко мне приходят клиенты и говорят примерно такой, вы знаете, вот, ну вот я вот буду работать, вот мой муж, например, он никогда к психологу не пойдёт, вот он вообще вот и не верит, он считает, что проблем у нас нет, это вот я какая-то не такая, вот мне вечно всё не нравится, поэтому вот я пришла, а он никогда к психологу не пойдёт. Тут не работает такая, Петрушка, друзья, вот серьёзно, очень важно понимать, что если отношения дороги, цены, и хочется развивать и выстраивать, очень важно это делать вдвоём. Во-первых, если есть какие-то конфликты в отношениях, очень важно в этом признаться, признать, это первый шаг, как при работе с абсолютно любым заболеванием, с любой проблемой, да, вот как алкоголик, да, говорят же, что пока человек не поймёт, не признается сам себе, в первую очередь, Бог с ним со всеми остальными, пока он сам себе не признается в том, что он алкоголик, и у него есть проблема, реальная проблема, которая, ну, мешает ему, мешает его близким, окружающим, да, он никогда не вылечится. Сколько бы его жена этого алкоголика не отправляла там к психологам, ещё что-то, если у человека внутреннего нет решения решать проблему, ничего не выйдет. Поэтому очень важно здесь понимать, что над отношениями мы работаем вместе. Как говорить друг другу о чувствах, тут вот тоже, знаешь, такая же сложность, что вообще очень, это ведь про эмоциональную близость, а у нас очень многие, ну, понятное дело, у нас очень непростые были в истории времена, войны, голод, когда вообще было не до этого, то есть о каких отношениях там могла идти речь, там, какое-нибудь военное, послевоенное время, когда надо было просто выживать, когда основная задача была выжить, выжить. Сейчас у нас уровень жизни гораздо выше, да, слава богу, то есть мы живём более комфортной жизнью, чем жили наши там бабушки, прабабушки и так далее, и у нас появилось как будто бы больше времени, да, для того, чтобы соприкасаться друг с другом, да, то есть не только мы там работаем, впахиваем, а мы ещё и проводим время какое-то вместе, да, эмоционально как-то мы друг с другом контактируем. И поэтому очень многие, к сожалению, просто не имеют такого опыта вот этой эмоциональной близости. Они наблюдали там маму и папу, которые, знаешь, когда ругались, расходились в разные комнаты, не разговаривали, например, друг с другом. И, естественно, мужчина, например, у которого были такие родители, но он просто, у него вообще в принципе в парадигме мышления нету вот этой истории, когда он к своей женщине подходит и говорит, дорогая, вот я чувствую то-то и то-то, и я чувствую, что мне надо с тобой поговорить, потому что меня там раздражает, когда то-то, 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 то-то происходит, да, то есть у него нету такой вообще конструкции мыслительной в голове, которая позволила бы ему это сделать, понимаешь? И вот здесь, вот здесь основной, основная загвоздка находится, что как раз-таки мы возвращаемся к ответственности за своё состояние, да, поэтому вот тут прям мы про психотерапию говорим сейчас на самом деле. То есть это всё должно происходить вместе, это должно исходить от двух людей. И иногда, вот ты говоришь, да, вот экологично выражать, иногда бывает так, что единственный способ решить какую-то проблему, это действительно с человеком разойтись, потому что можно ведь бесконечно ходить там к психологу, там ещё что-то, да, если ничего в жизни не менять, ничего не произойдёт. И, допустим, жена может ходить к психологу, она может там начать чувствовать свою ценность, она может осознать, что там муж, например, бьёт её, к примеру, да, у нас во многих семьях такое происходит на самом деле. И она вот там долгое время молчала, например, 20 лет она молчала, вот она пошла к психологу, и она вдруг поняла, что оказывается, ага, знаешь, дорогой, ну-ка, давай-ка ты вот ещё раз так поступишь, всё, ко мне не подходи. И тут уже, то есть её ответственность, ответственность вообще каждого человека в отношениях, это заботиться о своём самочувствии, не скидывать заботу об этом самочувствии на кого-то другого, да, там, позаботься обо мне, дорогой, носи меня на руках, а я там ничего не буду делать, ну так и с мужской стороны тоже, да. Очень важно осознавать, что твоё самочувствие в первую очередь это твоя ответственность, это самое главное. И потом мы уже приходим к тому, что, вот не договорила, да, вот про вот этот пример с женщиной, то есть она может сказать об этом своему мужчине, что-то как бы мне так больше не подходит, но мужчина-то может не согласиться и сказать, нет, ты знаешь, дорогая, вот как бы всегда было так, и только так и будет, что тогда делать? О какой экологии мы вообще в отношениях можем здесь говорить, если может произойти такая ситуация? Поэтому иногда человеку, ты знаешь, я на одном обучении слышала одну совершенно такую, знаешь, тяжёлую историю, когда мужчина рассказывал, у него рак, онкология желудка, вот, и там такая ситуация у него была, у него была жена и любовница, и, соответственно, с женой он не расходился из-за бизнеса, кусок, за который он очень сильно держался, то есть у него была там такая уже последняя стадия, и ему, то есть терапевт говорил, что тебе надо принимать прямо решение, то есть тебе надо разрывать, то есть жену он не переваривал, то есть там вот всё, прям вот на ЖКТ, пожалуйста, было это всё завязано, и ему прямо терапевт говорит, то есть тебе, если тебе настолько тяжело, женой тебе надо решение принимать, решение принимать, что просто вот либо вы как-то выстраиваете эти отношения, либо вы их не выстраиваете и расходитесь, он ничего не выбрал, он остался в таком же, ну, то есть он принял решение, То есть он жене ничего там не говорил про любовницу, хотя она там прекрасно понимала, в общем-то, всё догадывалось, да, у женщин, чуйка-то хорошая, как правило. Человек просто умер. Это вот такой, знаешь, пример, когда человек выбрал, можно сказать, выбрал уход из жизни вот своими собственными руками. Поэтому, да, спасибо большое за вопрос, Жень. Я думаю, что многим будет полезно послушать, да, что отношения — это всегда двухсторонняя история. Нельзя работать с отношениями в одно лицо, это бесполезно совершенно. Я, в общем-то, того же мнения, и мне даже и нечего добавить. Я уверен, что после этого видео мы сегодня обсудили очень много интересных клинических случаев, клиентских случаев, очень достаточно неплохо погрузились в тему желудочно-кишечного тракта, и я уверен, что после этого интервью люди тебе захотят написать, как вообще с тобой выйти на связь. Мы можем оставить мои контакты, да, я могу оставить ссылочку на свой Телеграм-канал и на сайт. У меня есть сайт, в котором есть такая моя небольшая краткая история метода, с которыми я работаю, да, можно там посмотреть информацию и мне написать, да. Ну, супер. В общем, тогда я всю эту информацию приложу внизу под видео, всё это будет, и если люди почувствуют какой-то отклик или сердечный резонанс, то начнут глубинное погружение в дебри психотелесной терапии и исследовать себя. На самом деле, считаю, что самое прекрасное, что есть в этой жизни, это процесс самоисследования, это познание себя, своей души, своего тела, духовных законов, физических законов, и вот это вечное обучение, вечное познание, например, для меня является очень большим таким стимулом. Я там вечный ученик, и мои друзья постоянно меня подкалывают, типа, ну что, говорят, на каком-то обучении в этот раз. Да, да, да. Я вот сейчас в этом месте себе взял там два новых больших обучения, и уже в предвкушении, что что-то исследую новое, смогу это внедрить в работу с пациентами, и там, безусловно, как-то в свою жизнь, смогу ещё чуточку приблизиться к познанию законов, которые нас окружают. Да, да, это бесконечный процесс на самом деле. Я считаю, что у нас с тобой получился бомбический, огненный, пушечный такой эфир, вот, скажу молодёжным сленгом. Я думаю, мы с тобой ещё не расстретимся в пространстве студии и придумаем какие-нибудь новые интересные темы, которые были бы интересны нашим слушателям. Друзья, обязательно пишите темы, которые вам интересно было бы обсудить. Также хочу вас поблагодарить за то, что вы досмотрели данное видео до конца, потому что именно благодаря вам растёт мой YouTube-канал. Я вчера посмотрел, там уже 111 тысяч подписчиков, и это произошло за 4 месяца. Это какие-то просто сумасшедшие цифры. Буду вам благодарен, если вы поставите к видео палец вверх, напишите комментарий, потому что именно таким образом алгоритм YouTube считывает нужные хорошие видео и начинает данное видео показывать другим. Поэтому, если вы это сделаете, буду вам очень благодарен. Да, мне бы тоже хотелось со своей стороны тебя поблагодарить, Жень. Было действительно очень классно. Знаешь, действительно очень ценно обсуждать такие животрепещущие важные темы именно с единомышленниками. Я вот вижу, чувствую, что ты тоже в теме такого целостного подхода. Для меня это очень важно, потому что когда, знаешь, однобоко подходит... Человек не однобок, человек не однобок, и мы очень глубокие, очень такие, на самом деле, целостные существа внутри. Психка наша всегда стремится к этой целостности. Поэтому это очень здорово, что мы это обсудили. Я очень искренне надеюсь, что здесь каждый почерпнёт для себя что-то важное. Где-то вот в наших примерах, которые мы приводили, себя узнает и просто задумается о том, что что-то, что с вами происходит, возможно, невозможно, как мы выяснили на 100%, да, имеет, ну не только в еде, да, то есть не только дело в еде, в вашем образе жизни, а в образе мышления также. В телесно-ориентированной терапии есть такая фраза о том, что тело никогда не врет. Поэтому прислушивайтесь, пожалуйста, к себе и будьте здоровы. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем хорошего дня или хорошего вечера. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok